Итоги работы и задачи на перспективу обсудили на встрече депутата Мусоболдума Ирины Слуцкой с жителями сельского поселения Трубинская. Совместно с председателем районного совета депутатов Надеждой Суровсовой парламентарий ответила на вопросы жителей, а также рассказала об основных достижениях в развитии Щелковского района и Подмосковья в целом за последние пять лет, в том числе строительстве важных социальных объектов, перинатальных центров, спорткомплексов, школ. За пять лет построено порядка ста школ, и до 2020 года мы хотим убрать вторую смену. Планируем убрать вторую смену, потому что на сегодняшний день 6% наших деток все же еще учатся на вторую смену. На ближайшие пять лет планируется построить еще 200 школ. Мы рассказываем о том, что изменилось за последние пять лет, какие перспективы развития. Причем эту информацию депутаты Московской областной области говорят с точки зрения развития области, мы говорим с точки зрения развития района, но и наши представители администрации поселения говорят с точки зрения развития поселения. Депутат Мосуболдумы отметила, что одними из самых актуальных на встрече стали вопросы, касающиеся здравоохранения. Много вопросов по поводу больницы в Трубино. Люди опасаются, что ее закроют. Но мне удалось уже получить сразу ответ, что больницу не закроют, и она останется работать с сохранением коечных мест. Это очень важно для жителей этого поселения. Обсудили и проблемы транспортной инфраструктуры поселения. Жители поселка Литвинова обратились с просьбой восстановить автобусную остановку. Которая была написана на протяжении 15 лет у Литвинова Белого дома. И теперь уже больше года ее закрыли по своим каким-то объективным причинам. Давайте мы сейчас обратимся, чтобы они все-таки ее восстановили, ладно? Также депутат посетила школу в поселке Литвинова. Ранее Ирина Слуцкая обсуждала с руководством учреждения возможность ремонта в здании школы. В результате полмиллиона рублей из депутатского фонда были выделены на замену старых окон. Необходимость действительно назрела. Деревянные оконные блоки были установлены еще в прошлом веке. Нам удалось в самых критических кабинетах, в самых неважных по микроклимату кабинетах заменить полностью оконные блоки деревянные на окна ПВХ. Мы очень благодарны Ирине Эдуардовне. 13 окон на данный момент мы поменяли на окна ПВХ. И оставшуюся сумму более 300 тысяч мы планируем в сентябре-октябре потратить на замену следующей партии оконных блоков. Помимо этого в школе также прошел большой объем работ. Замена электрокоммуникации, асфальтирование пешеходных зон на пролегающей территории и косметический ремонт кабинетов. Ирина Слуцкая отметила, что и в дальнейшем планирует оставить приоритетом программы депутатского фонда поддержку социальных учреждений. Я знаю очень много учреждений, которые нуждаются в различных ремонтных работах, благоустройстве. Поэтому каждый год мы будем выбирать особо тех, кто особо нуждается. Потому что вопросов, проблем, к сожалению, их становится меньше, но не настолько, насколько нам хотелось бы. Поэтому будем помогать действительно тем, у кого остро стоят определенные проблемы.